Вопросы сохранения культурного наследия обсудили в Иванове на расширенном заседании. Впервые коллегия Департамента культуры и культурного наследия была посвящена проблеме сохранности памятников архитектуры. За последние 2-3 года в этом направлении оказалось сделано больше, чем за предыдущие 20 лет. В числе лидеров по защите памятников – город Шуя. Согласованы охранные зоны всех памятников федерального значения, расположенных в Шуе. В ближайшее время в правительстве Ивановского области будут внести проекты постановления об их утверждениях. Напомню, что в основании правительства Ивановской области в декабре 2013 года подтверждены границы охраны зоны памятников архитектуры федерального значения Никольская церковь, расположенного в городе Шуе. Подобного рода документы не принимались в реперии с 1990 года. В настоящее время в области ведется реконструкция 20 объектов, имеющих особый охранный статус. Например, долгожданные восстановительные работы начались в деревянной церкви Успения. По мнению чиновников Министерства культуры, ивановским властям следует прежде всего обратить внимание на здания в стиле конструктивизм. Многие из этих домов являются жилыми. Как и в других городах России, в Иванове не решен вопрос, кто должен выделять средства на ремонт таких памятников – государства или собственники. Министерства культуры и региональные органы охраны памятников работают, ищут эту формулу, не знаю, назовем ее, тот механизм, по которому мы могли бы обязать жильцов, как собственников, часть каких-то средств вкладывать для восстановления и правильного содержания памятников, в том числе конструктивизма. В основном это относится по практике к фасадам зданий, потому что фасады зданий у нас несут в основном историческую нагрузку. В следующем году из бюджетов всех уровней на реставрацию объектов культурного наследия планируется направить около 100 миллионов рублей – рекордная для нашего региона сумма. Но даже этих средств хватит далеко не на все. Реставрация – удовольствие недешевое, и сейчас задача федеральных властей сделать так, чтобы восстановительные работы стали доступнее для регионов.